В общем, сегодня команда Арсена Венгера должна побеждать, и если она выиграет с разницей всего-навсего в один мяч, при этом счет будет 1-0 или 2-1 в ее пользу, дальше пройдет Олимпиакос, который, как вы понимаете, даже может себе позволить. И команда, которая симпатично играла в каждом групповом этапе Лиги Чемпионов в последние годы, все никак не могла сделать шаг дальше. Ну а вот теперь очень хороший момент может быть. Удар поворотом мимо. Это попытка бразильца Себа отличиться. Ну а сначала Филиппе Пардо здорово открылся на правом фланге, против него начал Монреаль. Филиппе Пардо от него уходит, пытается пробить, попадает как раз Монреалью в ногу, ну и дальше Себа посылает мяч мимо цели. Ну а Олимпиакос пока чуть острее. В предыдущем туре до греческого первенства Олимпиакос победил на выезде со счетом 4-3. Но вот здесь может быть что-то у канониров получится. Кэмпбелл, прострел, удар, перекладина выручает ворота Роберто. Вот так не было, не было момента у Арсенала. А тут абсолютно голевая ситуация. Аарон Рэмзи проходит пас Монреаль, смотрят те партнеры, где же Жеру? Удар по воротам и вновь близок Арсенал к тому, чтобы забить. Оливье Жеру сбрасывает мяч прямо в руки капитану Олимпиакоса, прекрасному испанскому голкиперу Роберто. Ну а вот здесь какая возможность у мотива Фламени. Правда похоже там был рикошет как раз от ноги Мануэла Дакошта. Давайте вот на этом повторе разберемся. Удар Фламени действительно от колена. Дакоштый мяч прилетает вперед в счет первого матча, то есть победит 3-2. Арсенал пройдет дальше. Но ему пока один бы забить. Тео Уолкот принимает мяч чужой штрафной. Сбрасывает его назад. Аарон Рэмзи месут узел. Когда он с мячом, это всегда опасно. Заброс! Выходит Роберто и выносит мяч подальше. Пойдем косами, борется с соперником. Что там было? Внешне с Аароном Рэмзи, особенно если смотреть с общей камеры. Вот здесь Рэмзи играет на Узила. Ну да, значит там наверняка оказался Мануэль. Просто у Рэмзи уже есть одна желтая карточка. Ему нужно максимально аккуратно действовать в подобных эпизодах. Ну а тут Роберто, выходя на мяч, чуть-чуть не убил Мануэла Дакошту. Ну и площадь. И вот одна попытка. Еще одна попытка. Тео Уолкот. Передача на Аарона Рэмзи. Против него Фортуниес. Неплохо сыграно на Амисуту Узила. Тот разворачивается и с замечательным пасом вводит на хорошую позицию Рэмзи. Жиру удар и 1-0! Арсенал выходит вперед! Ну с какой? С третьей попытки. Оливье Жиру. Головой. Ну а как же он это делает и в Лиге Чемпионов. Но каков узел. Как хороша передача Рэмзи. И какой же убийственный удар удается Оливье Жиру. Бедняга Роберто. Все, что Мок делает. Он отбивает мяч. Но потом тот касается газона, спины. Даже затылка Роберто. И влетает в ворота. Наверное вы помните гол, который в свое время Андрей Тихонов. Фортунис. Сейчас на подборе хорошие греки. Масуаку. Что дальше? Еще одного обыграл. И бьет Масуаку в поворотом. Ух ты! Это первое попадание в створ. Но Петр Чеха не с такими справляется. Ну как смело сейчас действовал французский защитник. Обыграл двух соперников и пробил. 42-я минута пошла. Но Марку Силу... И начать наконец создавать моменты. Вот еще один из них может быть мы с вами увидим сейчас. Заброс у Зилла штрафную на Холли Кэмпбелла. Тут ищет партнер для того, чтобы сделать скидку. Им остановится Жиру. И 2-0! 2-0! 2-0! Голи Арсенал поднимается на второе место в группе! Но это пока таблица онлайн. Только что... Вот так момент. Месуто Зилл. Передача на Холли Кэмпбелла. Тут очень здорово подрабатывает свой мяч бедром. Ну а дальше блистательно разбирается в этом эпизоде. Посмотрите, сколько вокруг было игроков Олимпиакоса. И вот еще одного из них успел обыграть Холли Кэмпбелл. И таким образом выждал паузу. Подключился в нужную зону в нужный момент. Оливье Жиру. И 2-0! В пользу Арсенала. Вот теперь уже Олимпиакосу нужно будет играть в футбол. 5 тысяч зрителей. Практически все за греческую команду. Ну и болеть здесь умеют. Фортунис. Подача. Удар! И прямо в руки Чеху прилетает мяч. Хороший момент. Мануэл Дакошта. Один из них это вратарь Альберто Бути, Леандро Салину, Эстабан Камбьясу, полузащитники и Алехандро Домингес, Альфред Финбогусон и Эрнани. Удар! Поворот! Вытаскивает мяч Петр Чех! Вот это было уже не так легко для вратаря, как те удары, которые наносили футболисты Олимпиакоса в первом тайме. Там было совсем далеко до ворот. Ну а здесь уже вполне себе Мануэл продолжает лежать на газоне. Но вот предыдущий момент. Был введен мяч в игру из аута. Фортунис его протащил дальше и сам пробил с левой ноги. Очень хороший проход Фортуниса, который он завершил достойным ударом. Да, конечно, не в девятку, но под перекладину. Мяч запустить ему удалось. Ну а вот момент, да, когда действительно косыны им 1-0. Плюс те 1-0, которые были к концу первого тайма. Озил, здорово! Оливье Жиро, штрафной передача! Малюсенький Волк от до мяча не добрался. Здесь удар поворотом и пенальти ставит Никола Рицоли! Плюс еще и желтая для Амара Эля Абделлауи. Ну, похожие моменты, что Матьев Фламени, что Эля Абделлауи, они, конечно, не играли руками сознательно. Но Никола Рицоли там остановил встречу. Значит, и тут иначе поступить не мог. Да, конечно, руками прервал путь к мячу. Важнейший момент этого матча. Невцы-то с левой будет бить Жиро. 3-0! В пользу Арсенала! Очень сложное положение для Олимпиакоса. Три мяча уже пропущены на своем поле. Пытался его смутить Робертом, но не сумел. В один угол прыгнул вратарь, в другой полетел мяч. Вот так вот. Ситуация, когда Арсенал остался без Сантика Сорлы, без, казалось бы, своей главной...